Всем привет! Меня зовут Оля, это мой канал Просто Бьюти. У нас сегодня с вами будет очаровательная скандинавская тема, бренд Odense Eye. У меня есть тут достаточно много различных интересных штучек. Палетка Soul Main 2, в этой палеточке у меня мультихромы и шиммеры. Для лица есть румяна из коллекции Soul Main опять же, и есть хайлайтер и румяна из коллекции Alva. То есть у меня прям очень много всего разного. Палетка просто суперская. Давайте я вам спойлер покажу. Я вам ее еще буду показывать. Просто посмотрите, как она красиво выглядит внутри. Мне кажется, просто супер-пупер. Это просто потрясающе. Так, давайте я ее засуну сейчас быстренько. А мультихромы... У меня их 7 штучек, а есть еще шиммеры. И боже мой, это видео будет долгим, но очень красивым и очень интересным. Давайте мы с вами не будем затягивать. Посмотрим макияжи, посмотрим свотчи. Все-все-все посмотрим, в конце обсудим. Ну а вам я желаю просто прекрасного просмотра. Обязательно мне пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, что хочется попробовать. Я буду рада читать ваши комментарии. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, оставлять лайки, комментарии, как я вам уже говорила. А также подписываться на мой Telegram-канал, где я вам показывала всю эту красоту, пока я ее тестировала. Там очень много всего интересного, обзоры, мои тест-драйвы. И также свотчи вам всегда показываю и свои наивидночки покупочек. Как, например, вот такую заколочку от Boutibomb. Так что давайте смотреть. Мы с вами доделаем последний, наверное, макияж вот с этой палеточкой Odenseye Soulmain 2. И с вами мы попробуем все-таки вот эти вот синие матовые сияшки. Честно, я уже не хочу из этой палетки брать. У меня есть еще шиммеры отдельно, которые шли у них в другой коллекции. Это вот эти вот четыре. Вот эти вот четыре нижних. Я хочу из них что-то попробовать, потому что из Soulmain не могу сказать, что мне прям очень не понравились. Они такие как будто шершавые, поэтому, наверное, нет. На свотчах вы, конечно, все потом увидите, но в макияже давайте использовать сейчас матовые. По крайней мере, попробуем. Я нанесла уже на глаза базу Nars, ой, Nars, господи, базу NYX. Вот такую вот, сейчас попробую показать вам. Вот такую вот от NYX Proof It Waterproof. В целом она чуть-чуть липкая, поэтому давайте попробуем. Попробуем в этот раз с вами от темного к светлому идти, потому что я делала один макияж уже с ней, и это вышло так себе. Так, на внешний уголочек набиваю. Он очень сыпучий, поэтому у меня прям сразу осыпания появляются. Если я этот макияж запарю, я его даже заделывать не буду, потому что, честно, я уже натерпелась с ним, с этими оттенками, точнее, в другом макияже. Поэтому, если в этот раз это все повторится, то, я не знаю, я перехочу эту палетку в целом вообще, потому что пока мне нравится на самом деле только один оттенок. Это вот этот вот сиреневый. Вот этот вот сиреневый. Он очень красивый, вот прям потрясающий на самом деле. Ну ладно, сделаем и попробуем. Вот такой вот бочонок крупный достаточно. Наберем с вами среднематовый вот этот вот. И будем его... Они очень хорошо перескакивают на кисть, но в этом их проблема. Они очень жутко осыпаются. У меня вот тут, вот в уголках, просто осыпашки как ненормальные. Поэтому я об руку вырабатываю в кисть оттенок и буду его наносить уже в внутренний уголочек, в складочку, скажем так. Я пыталась наслоить темно-синий оттеночек, но у меня такое ощущение, что он все равно идет пятнами. Я не уверена на 100%, может быть это освещение, может что-то не так, но он как будто реально с какими-то пятнышками ложится. Ну вот такой вот цвет, очень красивый, симпатичный, мне он очень нравится. Пока с двумя оттенками у меня как-то так получается. Кстати, зацените какие прикольные заколочки у Beauty Bomb из новой коллекции, я их все-таки купила. С ними трудно работать. Для меня с этими голубыми-синими оттенками достаточно прям очень сложно работать, просто потому что они осыпаются. И я их правда вот вырабатываю в руку, чтобы как-то с ними сработаться. И я сейчас попробую маленькой кисточкой вот такой же, как я наносила синий оттеночек. Сейчас вторую такую уже найду. Вот такой вот мятным оттенком, самым светлым пройтись по границе вот этим вот оттеночкам, по границе всех этих оттенков. Но у меня все равно ощущение, что они очень как-то плохо друг с другом смешиваются. То есть, ну, синий, наверное, не для макияжа, вот прям для градиента какого-то большого. Так вот все выглядит с мятным оттенком по границе. Вот тут вот есть какие-то непонятные пятна залипания. И их вообще не исправить никак. То есть, я сейчас посидела, попробовала чуть-чуть как-то почистить все, но вообще не помогло никак. Ну, сматываю, тушевка я закончила. И, как вы видите, она не чистая. То есть, она, ну, конечно, я постаралась максимально ее сделать аккуратной. Но все равно эти синие оттенки, они какие-то странные. То есть, вообще, они очень сложные в работе. Поэтому, не знаю, ну, такое себе сейчас. Давайте мы с вами нанесем вот этот вот оттеночек на подвижное веко. Хочется чего-то такого необычного. Или лучше на нижнее веко. Он просто такой более зеленовато-голубой. Даже не знаю. Но, в любом случае, мы сейчас попробуем нанести с вами все шиммеры. Если что, я просто сделаю это за кадром. И скажу вам, где что у меня нанесено. Я нанесла все шиммеры на веко верхнее, нижний и в уголочек глаза. Все в целом выглядит симпатично. Они, конечно, жутко осыпаются. Особенно верхние два синих. И давайте же я вам расскажу, какие оттенки у меня тут нанесены. Вот этот вот оттенок... Давайте вот так вот лучше. Вот этот вот оттенок Kevin, он у меня на нижнем веке. Он такой на зеленой базе с голубым переливом. Очень красиво подходит. Мне очень нравится. В уголке глаза у меня Габриэль. Во внешнем уголке глаза у меня вот этот вот Энтони. И на подвижном веке большую часть у меня это, получается, Николас. Поэтому очень сложно запомнить все. Поэтому я чисто читала с чата, где девочка мне написала, что это за оттенки. Ну, получилось вот так вот симпатично. В целом мне нравится. Давайте я сделаю макияж, и мы с вами все обсудим. Я сейчас также еще тестировала такой вот BB крем от It's Skin. И посмотрите, он желтый. Но мне кажется, что летом будет хорошо. Если сравнивать с шеей, то вообще капец, да? Так что шею мы не видим с вами. Вот так вот будем. Кстати, все выглядит уже не так желто. Не так прям плохо. Но очень даже симпатично. Конечно, перекрытие, я бы сказала, не на каких-то 100%. Но неплохо. Кот решил подрать шторы. Давайте на щечки нанесем вот такие вот румяны из коллекции Alva. Alva Fruit Blusher в оттенке Apricot Girl. Наношу вот такой вот пушистой кисточкой. Вот эти румяны, кстати, очень приятные. Мне они очень понравились. Даже, наверное, больше, чем из коллекции Soul Main. Как-то они мне и по цвету, и по текстуре, и по нанесению намного лучше. Прям показались, что в другие два оттенка, я вам все покажу, они такие какие-то странные. Я, наверное, не буду наносить никакие больше контурирующие продукты. Я, наверное, остановлюсь на румянах, нанесу их вот так вот, и, мне кажется, прям будет неплохо. Вот в этой зоне аккуратненько, прям притаптывающими движениями. Прям хороший такой цвет. Мне кажется, подходит. С вами, господи, тоже будет из коллекции Alva. Norns Mesmerize Spring of Life. Так, оттенок. Оттенок, наверное, как раз Norns Mesmerize Spring of Life. Потому что другого какого-то оттенка я тут не вижу. Он вот такой вот бело-голубой, полукремовый. О, белая часть, кстати, доохромит в розовый. Очень интересно. Такой полукремовый, получается, продукт. И с отдельными, прям, блёсточками. Поэтому я взяла кисть потвёрдше, чтобы прям получше наносилось. Но мне кажется, что на камере как раз этого синего оттеночка особо не видно. Но видно сияние, которое состоит именно из отдельных блёсточек. То есть это не однородная текстура, а всё-таки как отдельные блёсточки. И чтобы лучше наносилось, я прям натираю каждый раз Refill. Чтобы, скажем так, новую порцию взять. Но вот потихоньку при наслаивании голубой оттенок он проявляется. И мне кажется, он может некрасиво смотреться, как серая такая полоса. Но пока... Пока вроде нормально, неплохо. В целом, на самом-то деле, мы почти с вами закончили макияж. Тут осталось-то всего ничего. Доделать мне глаза, ресницы накрасить. И обсудить с вами всю косметику от Дансай, что у меня есть. Я доделала макияж. И в целом, вот так вот, с сияшками, с оформленным лицом, с ресницами, мне всё нравится. Да, в синий оказались для меня сложные матовые сияшки. Тоже мне не особо прям понравились. Но итоговый макияж, как мне кажется, очень даже ничего такой. Пишите в комментариях, как вам этот макияж. Ну, а теперь давайте переходить с вами к выводам. Давайте с вами начнём обсуждение с того, что, возможно, мне понравилось не так сильно. Это продукты для лица. В этом видео я вам показала вот эти вот две штучки. Это, получается, из коллекции Альва. Симба! Мой кот решил побеситься. В целом, вот румяна мне, наверное, больше всего из всего этого понравились. Хайлайтер, ну, честно, особо ничего такого нет в нём. Просто хайлайтер, как хайлайтер. Давайте я вам сводчи сделаю. Набирается он вот так вот на палец, прям таким синеньким-синеньким цветом. Этот прям такой красивый, вот именно персиковый оттеночек. Давайте, куда вам тут нанести, чтобы было всё видно. Пальцем из-за того, что хайлайтер более кремовый, он набирается плотнее. На лице же это всё-таки как отдельные частички. Вот так вот это прям выглядит. Очень прям так красиво всё. Но хайлайтер, честно, ну, не знаю. Как бы у меня есть похожие, знаете, как из отдельных частей, как а-ля Фэнси. Поэтому, ну, хайлайтер, наверное, не самая любимая. Вот румяна класс. Ещё оформление просто потрясающее. Посмотрите, как это всё красиво выглядит с передней стороны, с задней стороны. То есть, ну, прям ребята молодцы, они постарались. Всё-таки не зря же это инди-бренд. Вторые румяны это уже из коллекции Soul Main. Тут упаковка уже пластиковая, такая тяжёленькая, прям хорошая. У меня получается два оттенка B102 Warm Sun и B103 Orange Sunny. Ой, это Soul Main Sunlight Lover Blusher. Вот так вот коллекция называется. Оттенки? Ну, чё такие? На любителя. В макияжах некоторых у меня они есть. Они достаточно тёплые, знаете, как смесь румян и бронзера. Давайте я вам посвочу. Сначала B102. Вот такой вот прям рыженький-рыженький. То есть, ну, сразу видно. Sunny. И второе это получается Orange Sunny. Ну, уже такой именно более оранжевый, более коричневый. Так, аккуратно. Вот так вот всё вместе выглядит. Давай, как вам показать клей? Давайте ещё раз вам покажу свотчи. То есть, ну, сразу видно, что Soul Main, они намного более рыжие, чем коллекция Alva Apricot. Ну, естественно, что... Простите, пожалуйста, за внешние шумы в этом видео. Мой кот, видимо, очень обрадовался, что я тут. Поэтому опустим этот момент. И видите, этот оттенок в Orange Sunny, он чуть более пыльный. То есть, он как будто странно наносится. Более светлый оттеночек. Мне понравился намного больше. Но, честно, как-то пока вот именно эта коллекция румян меня не впечатлила так же, как румяны из коллекции Alva. Да, они симпатичные, но у них есть ещё более носительные оттенки. Тут, по-моему, девушки какие-то в мистер-боксе попались. Я не уверена. Но вроде что-то такое было. Но я бы хотела попробовать ещё хайлайтер из этой коллекции. Они достаточно искристые, насколько я помню, переливающиеся. Если у меня будет возможность попробовать другие оттеночки этих румян, я попробую. Возможно, даже прикуплю хайлайтер. Точно хочу себя захапать где-нибудь в каком-нибудь интересном оттеночке. Но продукты для лица, мне кажется, не самое интересное, что есть у этого бренда. Давайте перейдём дальше к палетке Soul Main. Она достаточно маленькая. Я ожидала чего-то побольше, на самом деле. Она идёт вот в таком вот рукавчике. Мне кажется, очень симпатично. Оформление просто потрясающее. То есть, ну, класс, просто потрясающе. Мне очень нравится, я впечатлена. И сама палетка, у неё такое же оформление. Спереди сзади подписаны оттенки. Но, если что, оттенки также ещё и подписаны внутри. Оформление просто топ. Вот тут зеркало. И посмотрите, оно тоже очень красиво обрамлено. Прям оформление на высоте. Но то, что внутри скрывается, меня не так впечатлило. Свотчи, наверное, я сейчас наложу поверх. Просто посмотрите, на них свотчатся. Всё очень классно, матовые, очень шелковистые, очень тактильно приятные. Очень хорошо набираются. Но все оттенки меня не особо впечатлили. То есть, мне понравился лавандовый оттеночек Dream. Рыжие оттенки матовые мне тоже понравились. Мне понравился мятный оттенок Soft Cloud. Мне понравился Neptune оттенок. Чёмно-синий оттенок мне показался не таким хорошим. Чёрный оттенок нормальный. Оценок Galaxy, насколько я помню по макияжу, тоже очень хороший. В целом, пока я вам тут рассказываю, не всё так плохо оказалось. Симба. Вот сияющие оттенки, они достаточно такие сыпучие. Я, честно признаюсь, не пробовала оттенки сияющие из оранжевого ряда. Это Sunlight и Eternal. Но у меня не возникло желания их попробовать. Я, мне кажется, практически каждый свой макияж делала с мультихромами. И вот мультихромы это просто что-то с чем-то. Дальше будут вставки со всеми макияжами, где я использовала Odense Eye. Вы там посмотрите. Но вот эти вот сияшки очень такие меня разочаровали максимально. Они очень сыпучие. Но как бы они очень красивые. Я вам покажу, наверное, сейчас оттеночков 5 каких-нибудь. Наверное, весь ряд фиолетовых. Это вот эти вот оттеночки. Это получается из голубого ряда. И вот это из золотого. Давайте мы с вами все посвотчим. Ну, свотчится, конечно, не четок. Но можно заметить, что сияшки в фиолетовом ряду, они как будто более сыпучие. Особенно фиолетовый, который прям такими хлопьими. То есть его растирать надо. Оранжевый в целом такой же. Но он более мысленистый. Ну, оно и понятно, потому что это все-таки такой золотистый ряд. Вот этот вот оттенок, вот этот вот, мне напомнил оттенки из Vivienne Sabo и из Seven Days. Что-то вот общее у них есть. Честно, палетка. Наверное, это не та палетка, которую бы я прям сразу побежала бы покупать. В целом, если у меня будет возможность заказать ее... Ну, у меня, наверное, будет возможность заказать ее именно с официального сайта. Там с кем-то в совместной закупке. Либо набрать от NSI на какую-то сумму, чтобы у меня доставка сразу ко мне была. Возможно, я бы взяла ее. То есть, ну, в целом нормально. Один этот лавандовый оттеночек, чего стоит. Ой, он такой потрясающий, он такой красивый. Вот этот вот. Я ради него, на самом деле, готова эту палетку иметь, потому что, ну, нету у меня ничего более похожего. Но все остальные оттенки, я не знаю, это такое сомнительное просто удовольствие. Если честно, да, синий макияж у меня сегодня получился, на удивление. Но у меня не было прям такого вау-чувства. То есть, мне не захотелось после этого прям на 100% иметь эту палетку. Но вот это, вот это отвал башки. Это просто что-то с чем-то. У меня тут, получается, 7 мультихромов и 4 шиммерных оттенка. И я везде вот этот вот оттенок называла тор. Я не знаю, почему, но это Дмитрий. Я не знаю, честно, почему я называла этот оттенок тор. Правда. Но давайте, прежде чем я вам расскажу про мультихромы, мы с вами посмотрим все макияжи с палеткой Оден, с матовыми, с румяными и с мультихромами. В уголочке глаз у меня оттенок Лола, а на всем подвижном веке у меня оттеночек Анжела, если я не ошибаюсь. Просто посмотрите, как все красиво дохромит. Лола, наверное, более обычный мультихром. Там зеленоватый, голубоватый. Но у Анжела там очень сложно поймать все переливы. Там и есть персиковый, розовый, золотой, зеленый. То есть он такой многогранный и очень прям интересный. Макияж у меня сегодня продержался 11 часов, и все просто потрясающе. Это так красиво на самом деле, прям просто супер. Мне очень нравится, как выглядит этот оттенок. Он очень такой многогранный, очень переливающийся. Но единственное, что он достаточно тоненько наносится, что если сравнить с другими оттенками, он пока такой более прозрачный. Но будем смотреть на все остальные. Ну вот мы с вами и в ванной. Напоминаю, на этом глазу у меня оттенок Майя на верхнем веке в уголке Лола. Тут у меня Джуди и на верхнем, и на нижнем веке. Просто посмотрите, как это все красиво. Лола в такой ультрафиолет. Переливается Майя из оранжио в зеленый, Джуди из фиолетового, в бирюзовый, в золотой, зеленый. Боже, на самом деле тут очень сложный перелив у нее, но просто потрясающе. И вот тут сразу три оттенка видно. На нижнем веке все очень прям видно за счет того, что на синем еще оттенки побольше прям нанесено. Майя тоже вроде простой, а вроде и нет. Такой интересный оттеночек. Давайте еще посмотрим, как все переливается при дневном освещении. Очень прям все супер. Вот это, конечно, такой прям повседневный-повседневный макияж. Очень такой легкий. Но вот этот вот, боже, мне кажется, что я в итоге куплю этот оттенок Джуди, по-моему, он называется все-таки. Так, смотрим, как все выглядит при дневном освещении без боковой лампы. Все красиво переливается, все прям видно. Мне кажется, что Ноя даже в какой-то бирюзовый или мятный уходит. Красиво прям. Но, конечно, мне кажется, что уже начал скатываться. Синий оттенок, конечно, такой фиолетовый. Может быть, еще какой-то, но не моя прям эстетика вообще. Ну что, настало время крутиться в ванной. Тут все очень красиво блестит, конечно. Фото тут с маленькой лампой спереди. И вот так вот все выглядит с боку. Но, честно, кстати, вот в этом освещении сейчас как-то не сильно они переливаются. Как-то странно. Обычно прям все видно, все переливается. Вот тут вот еще видно три оттеночка. Но, на самом деле, оттенок не прям такой, чтобы меня впечатлил. Но вот так вот, если крутиться, в целом видны все оттенки, которые могли бы быть. О, там сзади я. У меня за сегодня третий макияж уже. И посмотрите на нижнее веко. Это отвратительно. Я не знаю, что происходит. У меня сегодня с нижнего века просто все тени убегают. Хотя вроде в первых макияжах было все нормально. Возможно, это после того, как я все это смывала. Но вот эти пятна, это у меня палетка Soul Mane от Odense Eye. Фиолетовые оттенки. Сейчас попробую просто одной рукой открыть. Ить-ить-ить-ить. Ой, черный мазалось. Опа. Это, получается, у меня темно-синий вот этот вот. Средний матовый. Светлый матовый голубой. Вот этот вот ряд практически весь. Получается, средний ряд у меня весь на глазах. Сияшки у меня, получается, пополам на верхнем веке в уголке. Синий ряд все матовые. И черный чуть-чуть добавлен. И как бы вот так вот дело обстоит. Ничего, прям не доохромит. Прям, ну, такое, скажем так, скучно. А фиолетовый ряд мне понравился, с ним очень приятно было работать. Но вот этот вот голубой, я не знаю, что происходит, честно. Думаю, что либо мои глаза уже говорят мне до свидания, либо те, они просто не хотят ложиться без базы. На солнышке все выглядит вот так вот. Все очень красиво искрится. Все прям это суперски выглядит. Хайлайтер у меня аналог калейдоси сегодня. Мне прям нравится, как на солнышке именно все блестит. Но нижнее веко не оставляет меня. Так, ну, электрическое освещение. Тут ничего доохромить не будет. Но зато очень красиво все сверкает. Ну да, доохрома никакого тут нет. Ну, ладно. Забудем про нижнее веко вообще в таком случае. Конец дня. Ужас произошел с нижним веком. Я часто не понимаю пока, с чем это связано. Я попробую еще голубые оттенки на верхнем веке. Посмотрим, как они там себе будут вести. Но вот это мне не нравится. Возможно, что это реально из-за того, что я сегодня очень много смывала макияжей. Но я не понимаю. Это очень. Это очень странно, что я вот, например, вот в зеркало сейчас смотрю. И как будто, знаете, это я не умею сделать макияж. Но если вот так вот посмотреть. На верхних веках прям очень красиво все. Хайлайтер прям такой симпатичный тон. На мне сегодня Ама. Но, опять же, повторяюсь, он никуда в складочке не западает почти. Даже я бы сказала, не западает. Но все-таки блестит. И румяна у меня сегодня, кстати, тоже Odense Eye. На верхнем веке все классно. Все хорошо. Мне прям нравится. Сегодня у меня опять макияж Odense Eye. На подвижном веке у меня мультихром Лола. На уголке глаза у меня мультихром Анжела. Матовый у меня из палетки Soul Main. Такой сиреневый. И на нижнем веке матовый. Очень все красиво переливается. Просто посмотрите, как Анжела переливается. Как Лола. Очень прям красиво. Конечно, Лола, наверное, более обычный мультихром из всех этих. А Анжела, просто посмотрите, у меня вот сюда вот в уголок глаза. Тут просто перелив цвет бешеный. Очень нравится. В ванной просто. Я уже даже не пытаюсь словить все переливы. Это на самом деле очень сложно. Но это очень все красиво. И мне кажется, что рано или поздно я просто потрачусь. Просто посмотрите. Ой, ну точно надо будет на них потратиться как-нибудь. И кот пошел. Оттенок Лола после нескольких часов носки на базе Relay Pro нещадно скатался. Но это нормально, потому что база так сия по стойкости. Тут у меня на глазах оттенок Изабелла. Я потом это скажу, что оттенок Нолой. Но нет, это Изабелла. И Изабелла просто потрясающий мультихром. Похожий на Майю чем-то. Но мне кажется, он больше именно мультихромит. Как-то в большее количество цветов он переливается. Очень все красиво. Я его наносила соло без матовых оттенков вообще. И это было просто потрясающе. Это Изабелла. Оттенок Ноя. Господи. У нас тут какой красивый перелив. Прям вот потрясающе. У меня опять макияж с Оденс Ай. И на глазах у меня оттенок Майя. Губы. По итогу, наверное, я сотру. Матовый из Оденс. Румяный тоже Оденс. Ну, в целом такой странненький макияж. Я, наверное, реально сотру губы и сделаю что-то более спокойное. Ну, а встретимся с вами еще в ванной. В ванной все выглядит вот так вот. Все очень искрится, переливается. Все очень классно. Прям выглядит. Прям супер. На базе Нарс тени продержались в целом хорошо. Чуть-чуть вот тут скаталось и видно. Консилеры и яда. Ну, вы, короче, все видите. Это трэш полный. Комментировать никак не хочу. Чтобы вы понимали, тут несколько слоев пудры. Это капец. Матлы от Оденс Ай. И такое ощущение, что в нижнем веке стало только ярче. Только вот тут у меня опять дырка. Но там что-то у нас с кожей проблем. Румяна. Такое ощущение, что стали ярче. Возможно, это, знаете, пудра поверх испарилась и остались только румяна. В целом, их видно, они есть. Но матихром. Это, конечно, да. Очень симпатично. Со вспышкой все выглядит прям очень красиво. Мне прям очень нравится, как это все искрится. Но, конечно, проблем прям очень много было. Хайлайтер, конечно, тоже ничего такое. Но в целом ничего особенного в нем нет. У меня тут будет небольшая вставочка, потому что я пока монтировала, поняла, что дальше я вам, когда буду перечислять свои матихромы, скажу неправильные оттенки. Поэтому давайте я вам сейчас правильно назову, чтобы потом вы, скажем так, не сомневались в том, какие оттенки. Потому что у меня что-то в видео уже пару раз выскакивало то, что я неправильно называла оттенки. Оттенок Джуди, Лола, Майя, Анджела. Это Изабелла, это Ноэ, это Дмитрий, это Кевин. Ну, а вот эти я вам сказала, когда вот этот вот макияж делала. Я, честно, не вспомню, как они на память. Но вот этот Изабелла, а вот этот вот Ноэ, а не наоборот. Поэтому, простите меня, пожалуйста. Ну, вот такая вот маленькая вставочка у нас с вами вышла. Мы с вами начнем, наверное, с самого наименее интересного. Это с шиммеров. Мне очень понравился оттенок Кевин, вот этот вот. Ну, остальные оттенки, ну, они обычные. Синие, сыпаются, они достаточно рыхлые, похожи на шиммеры из палетки. То есть, ну, такое. Самое обычное, ничего прям вау нету. Но оттенок Кевин очень красивый. Он очень похож на оттенки из Париса Ghost Tape. Я вам сверху наложу свотчи в сравнение. И я надеюсь, что хотя бы один этот оттенок на какой-нибудь похож. Я вот прям надеюсь, потому что не хочу его покупать. Ну, ладно. Если что, он не такой дорогой. Ну, мультихромы это оттенок Джуди, Лола, Майя, Анжела, Ноя, Изабелла и Дмитрий. Самый, наверное, менее понравившийся мне оттенок это Изабелла, потому что он оказался более кремовый, чем все остальные. Так интересно смотреть, когда у тебя в мониторе один оттенок, а вот так вот вживую сбоку другой. Вот этот потрясающий оттенок. Его многие сравнивают с Клеоной каким-то там оттенком, не помню. Лола в целом такой более обычный оттенок, но прям все равно искрится. Они все очень искрящиеся. Сверху сейчас будет сводч мультихромов. Я вам постаралась их заснять практически во всех освещениях. Просто я когда их посводчила, у меня было такое чувство, что все, мне это надо, я это покупаю. Но после того, как я сделала уже макияжи со всеми этими мультихромами, я попробовала их все. Я поняла, что некоторые я 100% себе куплю. Очень красивый оттенок Майя на самом деле. В целом, на самом деле, все оттенки красивые. Мне просто меньше всего понравился оттенок Изабелла, просто потому, что он более кремовый по текстуре оказался, даже после перепрессовки. Анджела хоть и такой тоненький оказался, но тоже с очень красивым переливом. Прям я не могу их все описать, поэтому я надеюсь, что вам по видео было понятно, какие они переливающиеся. Прям супер. Вот что-что, это у меня теперь есть в виш-листе, я буду участвовать в закупках, где половина, вот такой вот рефил, тут, по-моему, 2 грамма, а вот в таких вот маленьких по 1 грамму. И 1 грамма хватит просто на всю жизнь. То есть, вот эти вот 2 грамма, это достаточно много на самом деле. Ну ладно, не об этом сейчас. Можете сразу понять, что от этих оттенков я прям в восхищении. И я думала, может быть, все-таки плюнут на эти шиммеры и намазать сегодня все равно мультихром. Ну ладно, я решила, что все-таки мы с вами попробуем. И на самом деле очень все классно, круто оказалось. То есть, на самом деле, бренд Оденсай достаточно интересный. Но есть свои минусы, я бы сказала, даже нюансы. Что вот текстуры отличаются. Насколько я знаю, что у них в палетках тоже всегда практически разные текстуры. Но вот матовые, на самом деле, у них не все, но есть классные сияшки. Наверное, вот мультихромы более удачные получились. Ну, это по моему мнению. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы данный бренд. Если пробовали, что вам больше всего понравилось. Может быть, хотите попробовать что-то от них. Что у вас в виш-листе, обязательно пишите мне в комментариях. Я буду их все читать. Мы с вами побеседуем, поболтаем. Может быть, я что-то по вашим советам прикуплю себе. Очень хочу себе палетку Хэлла. Просто из-за камы, из-за оформления. Потому что мне очень нравится скандинавская мифология. И вот это вот все. Ну, а Хэлла это вообще отдельная моя любовь. В общем, я вас всех целую. Всем желаю всего-всего-всего наилучшего. Всем удачи, удачного дня. Всем пока.